Первый съезд российского движения детей и молодёжи прошёл ярко. Участниками стали 3000 детей со всей страны. Ульяновская область представили 12 самых активных школьников региона. Наши делегаты подготовили креативную визитную карточку, выступили одними из первых и задали высокую планку для остальных сверстников. После торжественного открытия ребята работали на 10 разных площадках, проголосовали за название и девиз движения. Отныне юные жемчужины следуют слогану «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми». Выбрали название российской движения детей и молодёжи движения первых путём голосования электронного. Площадок много было, достаточно много. Мы были в Манеже, там Росатом, ВКонтакте, РЖД и многие другие площадки. Также были по направлениям курсы. Вот у меня, допустим, история искусства была. На первый съезд наши делегаты ездили не с пустыми руками. Вместе с куратором они подготовили экспонаты для музея детских общественных организаций. Привезли бумажный носитель истории родного края. Мы приняли участие в акции «Подари книгу». То есть ребята наши также подарили книгу в библиотеку движения, которая создавалась. То есть это огромная библиотека, которая будет пополняться. Историю вы открыли, новую страницу. Впечатления привезли. Идеи тоже. И буквально после вашего возвращения Сергей Сергеевич сразу провёл совещание, такое короткое, для того, чтобы обсудить итоги, первые итоги этого исторического события национального первого съезда. А итоги таковы. Подготовлен меморандум, некий свод различных мероприятий, которые ребята будут организовывать на территории региона. Одна из основных задач – привлечь в движение первых как можно больше сверстников. Вместе ребята будут придумывать новые проекты, связанные с разными сферами жизни. С их реализацией подсобит федеральный центр. Профильное министерство для общих встреч уже подготовило площадку. Областная библиотека имени Аксакова. В ближайшем будущем активисты встретятся с губернатором Алексеем Русских, чтобы поделиться и с ним своими задумками на 2023 год.